Я знаю несколько авторов, которые утверждают своих... Ну, это художество литературы, которые утверждают, что в социологии, в психологии есть науки бесовские. Потому что ставят цель не добычу истины, а подогнать, добиться конкретного результата, заранее запланированного. Насколько это утверждение имеет... Много ли это утверждение имеет общего истинно? Мне кажется, это в любой науке. А не только в психологии и социологии исследователи ставят перед собой определенную задачу с целью оправдать определенную теорию или определенную гипотезу. Так что на социологии, на психологию тут вот в широком плане возлагать такие обвинения не стоит. Вот. Да, в нашей стране долгое время и социология, и психология, они были в значительной степени идеологизированы. Вот. А социология это в большей степени наблюдалось, потому что все-таки вы понимаете, да, социология, вот в советские времена, это исторический материализм. Ну, у нас все было историческим материализмом. Не все, а социология была. Вот. Поэтому, да, вот в социологии больше это наблюдалось, вплоть до того, что был такой парадокс в свое время. У нас же в университете, тогда еще в институте, наверное, да, существовало, нет, уже в университете, существовало капитал социологии. Но когда нужно было? И в свинницу. Ну, сейчас ее или объединили, или что-то. Ну, понятно, да, ну, это как бы так попало. Это не суть. Важно, социология в институте есть. Вот. Но, когда возникала необходимость провести социологические исследования, вот, ну, электоральные, или какие-нибудь другие, то обращались не к ним, обращались к нам, на каждую психологию. И я там в 90-е годы, в начале 2000-х довольно плотно занимался социологическими исследованиями. Ну, отчасти как заведующий, отчасти как специалист в этой области. Вот. Психология была идеализирована в меньшей степени, хотя тоже под нее обязательно нужно было подвести и решение 24-го съезда, диссертации, да, и, там, 25-го, 27-го уже, не помню точно. И марксистскую основу, вот, но, в отличие от социологии, вот, больше подводили диалектический материализм. А это, на мой взгляд, совершенно, так сказать, оправданная философская теория, вот, работоспособная, жизнеспособная, так тут, как говорится, обвинять не стоит. Нет, ну, я понимаю, что диалектический материализм всегда имеет право на числевание, тогда в любом случае, да. Вот. А в психологии было другое. Другой, так сказать, вывих идеологизаций. Вот. Ну, известно, существует множество психологических школ, на самом деле, в настоящее время. Там, там, 7-8 только крупных. Вот. Ну, и в психологии, как, наверное, во многих других советских науках, да, вот, существовала версия такая, что советский слон самый лучший слон в мире. То есть, школа советской психологии, это такая передовая школа, а все остальные, это заблуждения. Их вообще объявляли историей. Был такой курс «История психологии», да. Помню было дело такое. Ну, дело в том, что, с другой стороны, вот, если здесь нынешний момент, то сейчас мы имеем дело, скорее, ну, и чаще сталкиваемся не столько с психологией, сколько, скажем, с какой-то методикой управления сознанием человека. То есть, это политическая реклама, это пиар, это просто реклама коммерческая. Вот. Ну, вот был такой известный психолог, бихевиорист, Скиннер, фамилия. Да, бихевиорист? Бихевиорист, это одна из школ психологии, бихевиоризм. Вот. И довольно выдающийся такой представитель этой школы, Скиннер. Так вот, он открыто говорил. И Скиннер это фамилия? Скиннер фамилия. А звали как? Барнес Фредерик Скиннер. Баннер? Барнет. Барнет Фредерик. Да, Барнет Фредерик Скиннер. Вот он в своих мемуарах открыто заявлял, что единственной идеей фикса его жизни было, можно было выразить термин управление. Он говорил, что он видел в психологии смысл лишь в той мере, в какой она позволяет управлять поведением. Управлять в широком смысле слова не только в массовом сознании, но и в плане обучения, в плане межличностного влияния. Наверное, я мог бы, так сказать, под этими словами подписаться. Мой профиль, да, это управление. Я вижу смысл, действительно, своих курсов, своих исследований, в том, чтобы управлять. Управлять поведением, управлять процессами. Но, на самом деле, да, психология и не обязательно, мои коллеги не обязательно циклятся на этом вопросе. Да, есть и чисто такие научные изыскания. Просто интересно понять, как устроена человеческая психика, как строится психология общения, и другие явления. Понятно, что из того, что мы только что сказали, вывод такой следует, что, в принципе, какой бы психика это ни была, она управляема. Совершенно верно. Нами управляют некие внутренние психологические механизмы. А внешние механизмы? А на которые можно влиять извне. В свое время Толерант, по-моему, сказал, да, мужчина-машина, женщина-игрушка. Вот. Ну, про женщин он, наверное, зря так выразился. Женщины тоже машины. Внутри у нас существуют механизмы, которые управляют нашим поведением. А эти механизмы можно завести. В свое время была очень популярна книга Корнеги. Корнеги. Как завоевать друзей, оказывать поведение на людей. Даже шутка такая была в 90-е годы. Капитализм это капиталистическая экономика плюс корнегизация всей страны. Вот. Ну, и вот он в начале своей книги описывает как раз вот этот момент использования механизмов. Там, значит, дюжий фермер пытался затолкать корай теленка. Теленок сопротивлялся, ничего у него не получалось. Подошла фермерша. Сунула теленку палец в рот, намоченный в молоке. Да, он вообразил, что это сосок крови. Да, и дальше фермерша пошла в сарай. Теленок пошел вслед за ней. Механизм, который использовался фермерша, называется инстинкт. Теленок инстинктивно следует за матерью. А вот палец, это тот рычаг, с помощью которого фермерша запустил этот механизм. Но ведь это же обман. Это же нечестно. Ну, в таком случае вы со мной поступаете нечестно. Потому что сейчас воздействуете на мои механизмы, и я вам даю ответ на вопросы. Понимаете, все. Мне часто задают вопрос, я тренинги веду, именно управленческие. Мне часто и слушатели задают вопросы, и журналисты задают вопросы. Ну, вернее, даже не вопрос, это такое-то. Обвинительного плана вопрос. Такая-то же манипуляция. Ну, я объясняю, что если перевести манипуляции на русский язык, то получится что-то вроде руководства. Я же позволяю руководству? Да, совершенно верно. Но в этом смысле любой человек в отношении к другому занимается манипуляцией. Вот именно такого рода лукавства, оно является непременно... Осознанно, неосознанно это делается. Да, очень часто неосознанно. Так мы иначе не можем взаимодействовать друг с другом, как через вот эти самые механизмы. Это, вот, закономерность. Да и человек, который говорит, что никогда никому не врет, уже врет то, что он говорит. Нет, почему? Насчет врет, я не утверждаю. Да, есть христально честные люди. А я говорю об управлении. Опять-таки вернемся к этому термину управления. Мы не можем взаимодействовать друг с другом, не управляя. Хотим мы того или нет. Вы вступаете со мной в разговор, говорите, здравствуйте. И я непроизвольно подаю вам руку. Хотели вы этого добиться или нет, но ваши действия вынудили меня совершить этот акт. Это действие. То есть, другой вопрос, что манипуляции, как у термина, два смысла. И один из них носит такую негативную оценочную окраску. Это действительно сознательное, иногда бессознательное, но скрытое влияние на людей. Скрытое влияние. Ну, тогда действительно это можно назвать, там, я не знаю. Можно дать этим действиям негативную оценку. Но опять же, да, все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если цель благая, то оказать влияние на другого человека, для его же блага, или для блага других людей, на мой взгляд, это оправданно. Смотри, какая ситуация складывается, на мой взгляд. Вот, например, представители власти. Вот, у них есть неопределимое стремление создать, как они сами формулируют, положительный имидж власти. Вот, причем для многих из них совершенно не важно, то есть, действительно ли они таковы. Если коммерческая реклама, им нужно продать товар. И выставить его в выгодном свете. И для них совершенно не важно. Ну, может, и важно, но не это главное. Согласен с вами. Коммерческая реклама. Это я и говорю то, что цель, да. Значит, представители власти, как вы говорите, они очень часто руководствуются эгоистическими мотивами. Им главное удержаться у власти. Они имеют для этого какую-то свою или моральную, да, или скорее экономическую выгоду. Ну, коммерческая реклама, да, конечно же, она преследует четкую цель. Продать товар, независимо от того, нужен он людям или не нужен. Могу привести множество других вещей, когда мы имеем примеров, когда мы имеем такой вот откровенной манипуляции, которая основана на эгоистических мотивах. Те же вот эти мошеннические, ну, раньше это называлось бизнес-группы, бизнес-семинары, которые имели свои цели выкачивания денег с населения, да. Те же секты, да. Ну, те же секты. Например, когда я слушаю, скажем так, то в сочетании какой-то, значит, тренинг, то у меня с вами есть смысл, либо там учат тебя обманывать других, либо обманывают тебя. Ну, давайте, во-первых, разграничим слово тренинг, потому что он используется, ну, условно говоря, в двух смыслах, в крупных смыслах, да. Это так называемые тренинги личностного роста, вот, которые нацелены на то, чтобы изменить личность участника этого тренинга, так. Вот, и тренинги инструментальные, которые нацелены на то, чтобы вооружить человека нужными знаниями, так. Ну, вот если говорить о тренинге, то и в тех, и в других случаях, ну, особенно в первом случае, да, мы можем тоже выделить два мотива. Два мотива. Значит, начнем с личностного тренинга, так. Да, многие люди нуждаются в том, чтобы изменить свою личность, так. Потому что они невротики, потому что они психопаты, потому что они не уверены в себе, потому что, ну, потому что. Потому что воспитание, которое они прошли, и жизненная ситуация, которая сложилась, ну, сформировала их такую деструктивную личность. И многие тренинги личностного роста способствуют этому изменению. Деструктивная личность сейчас не может согласиться с тем, что она деструктивная. А вот, если она согласилась, она приходит на тренинг. Если она чувствует, что в ней что-то внутри что-то не в порядке, она приходит на тренинг. И многие тренинги личностного роста действительно помогают это изменить. Другой вопрос, что тренинги в последнее время, да, это хорошо оплачиваемая работа, так. И они уже, как говорится, руководствуются коммерческими соображениями, так. И очень часто под маркой, я могу только так это назвать, под маркой, под прикрытием, да, вот этого названия тренинг личностного роста, на самом деле совершаются манипулятивные действия с людьми, с участниками тренинга, которые заставляют их и свое имущество отдавать там тренеру, и постоянно, так сказать, платить. Я могу назвать даже направление, вот это знаменитые Life Life, Life Spring, вот, и многие другие, они, даже без названий, вот, вот они там с людьми манипулируют, пытаются доказать им, да, дианетика знаменитая, Хабарда, да, да. Когда-то их много здесь было? Ну, больше не в Самарской области дислоцировались, но сюда, да, залетали, особенно в южные регионы, в южные районы наши, так. Вот, да, это чистая манипуляция с эгоистическими целями, да. Вот, и очень печально, что долгое время это разрешалось, вот недавно вроде бы начали говорить о том, что... Вот, то есть ты сам Рон Хамберсарин сказал, что лучше спортсмен сбокатить, создать новую религию. Да, совершенно верно, да, что обе дело. Вот, сейчас вот, буквально, наверное, несколько месяцев назад, вроде, прошел такой разговор, что... Не то, чтобы запрет, но лицензия на тренинги такого рода, да, чтобы, значит, не допустить вот этих вот повальных вовлечений. То есть вот тут две стороны. С одной стороны, это инструмент. Вообще, психология — это инструмент, которым владеет человек. А на что он пустит этот инструмент? На благие цели или для личного, там, я не знаю, убогащения, удовлетворения. Это уже выбор. Это как топор. Можно зарубить человека, можно построить дело. Но, другую сторону, есть какие-то, есть механизмы воздействия, есть механизмы защиты от воздействия. Вот, что можно сказать, советую человеку, скажем так, чтобы он каким-то образом помог себе остаться самим собой и действовать только в своих интересах. Ну, вообще, любая манипуляция, она рассчитана на снижение критичности мышления. Поэтому имеет снижение критичности мышления. Поэтому имеет смысл, как я говорю, общий совет. Общий совет. Вот. Ну, критично относиться к любым воздействиям, к любым предложениям, ко всему, да, что тебе говорят. Критично осмысливать последствия своих поступков, если ты послушаешься того или иного. Предложения, советы или что-нибудь еще. Это такой общий совет. А если говорить о конкретных манипуляциях, то это мне тут придется рассказать целую лекцию о том, какие используются механизмы и как им противостоять. Понятно. Некоторые механизмы просто невозможно противостоять, вот, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. А ну, возьмем ту же рекламу, которую вы упомянули, да, коммерческую рекламу. Так. Значит, если не вдаваться в подробности, то она основана на психологии покупательского поведения. Так. Эта психология достаточно простая. Сначала у нас возникает потребность в чем-либо, так, в каком-нибудь продукте, так, вот. После этого мы начинаем осуществлять поиск информации. Поиск информации. То есть, где искать, какой продукт нужен и прочее, и прочее. Потом следует оценка вариантов, так, потом покупка, потом последний этап поведения после покупки. Вот пять этапов покупательского поведения. Значит, возникла у меня потребность. Так. Значит, я дальше перехожу к следующему этапу поиска информации. Так. Вот тут вот и включается реклама, так. Которая постоянно бомбит наше сознание вот всякими разными коммерческими предложениями. Так. Значит, когда я начинаю размышлять, так, как же мне решить мою проблему, как же мне удовлетворить мою потребность, так. Вот эта информация, она вседает к нашей памяти, так. Какая-то глубже, какая-то, вот, ближе к поверхности сознания, да. И при поиске информации я натыкаюсь на какой-нибудь пост в рекламе. Так. И все. Другого варианта у меня нет, я на него наткнулся. Так. Я выбираю именно этот продукт или это предложение, так. И если потом не включить, вот, критическое мышление, то на этапе оценки вариантов, так, значит, мы просто-напросто пользуемся тем, что нам, так сказать, внушила реклама. Тем более, да, что вот реклама, если вы обратили внимание, да, она постоянно повторяется, повторяется, повторяется. Это преследует, на самом деле, двойную цель. С одной стороны, это для того, чтобы покупатель наткнулся на нужное предложение. Так, чем чаще реклама идет, вот, тем вероятнее, да, что я не забуду их предложение, да, и на этапе поиска информации вспомню его, так. Но, с другой стороны, в начале 60-х годов был обнаружен так называемый эффект мелькания. Если какое-то явление, вот, если какая-то информация постоянно повторяется, то с каждым новым предъявлением ненамного, но увеличивается ее привлекательность. Вот. Чем чаще, чтобы проще было, да, чем чаще перед нашими глазами мелькает лицо одного и того же человека, чем чаще оно появляется в поле нашего зрения, тем в целом более привлекательным с каждым разом оно кажется. Это касается любого явления, включая рекламные сообщения. Чем чаще мелькает какое-то сообщение рекламное, тем более привлекательным оно кажется. Вот вам уже переход на оценку вариантов. Вот это рекламное сообщение, которое часто мелькало, кажется нам более привлекательным, чем то, которое мы узнаем там один раз или два раза. Вот. Ну, плюс рекламисты используют другие трюки. Вот сейчас я так время от времени оцениваю применяемые средства. Вот сейчас в большой моде использование, ну, в рекламе лидеров мнений. Примерно процентов 30 реклам. Это всякие известные актеры, там, футболисты, спортсмены и прочие рекомендуют. То один банк, то другой банк, то третий банк и прочее, да. Значит, на чем основано, да? Значит, реклама это такая коммуникация, особая форма коммуникации, да. А коммуникация, эффективность любой коммуникации, зависит прежде всего от двух факторов. От сообщения самого, ну, ее содержания, его формы, то есть от рекламного сообщения. И от источника этого сообщения. Если мы доверяем какому-то источнику, да, мы охотнее принимаем само сообщение. Значит, лидеры мнений — это авторитетные источники. А это не влияет, скажем, на авторитет источника? В виде, ну, Рахатинский хороший актер, хороший актер, да. Да, да, да. Вот. Но когда я видела зеленую рожу на стене цикламы банка, мне как-то о нем думается не очень хорошо. Конечно, влияет. Потому что у нас с вами, ну, скажем так, критичное мышление. Так, и мы негативно оцениваем источник, который вот себя вот так компрометирует, участвуя в рекламе. Но, значит, есть такое явление, закономерность коммуникации, психология коммуникации, да. Называется спящий эффект. Значит, когда вы слушаете рекламу с участием, ну, кого угодно, актера этого, да, Винского, да, неважно, да, значит, на восприятие рекламы и, прежде всего, на отношение к ней оказывает влияние в первую очередь источник. Так, значит, дальше мы с вами негативно оцениваем этот источник. А эффект состоит. Фе какой, да? Вот. А со временем, в чем состоит спящий эффект, так? Со временем источник забывается. То есть сообщение исходит от источника, так? Мы принимаем его, потому что источник авторитетный. А потом забываем, откуда к нам пришло это сообщение. Так? И наше с вами негативное отношение к источнику осталось, так? Но на рекламу, которая поступила от этого источника, оно не распространяется. Вот. Потому что мы уже забыли, откуда оно пришло, так? Вот. И результатом этого спящего эффекта становится то, что первоначальное восприятие рекламного сообщения, первоначальное восприятие, улучшается, так? Оно начинает действовать более эффективно. Ну, я еще с подогласен. То есть, смотрите, что происходит, да? Мы негативно оценили Венского, плюнули на банк, который он предложил, потому что для людей, так? Потом забыли, да, на нас не повлияла эта реклама, потом забыли, что это не авторитетный уже для нас источник, так? А в головке-то осталось, в памяти осталось, что вот такой вот банк, потому что для людей. Я просто сталкивался с таким делом, что когда человек в каком-то этапе, сначала его убеждают, потом начинают убеждать себя в том же самом. Да, совершенно верно. Это касается, вот, не только коммерческой рекламе, это касается, скажем, ну вот, например, родноверов, знаете? Нет. Есть такая септа, ну, довольно распространенная, совершенно синтетическое создание, то есть, там смешаны псевдославянская мифология, германская мифология, японская рейка, там, тыры-пыры, в общем, все это один из версток, кто это все придумал. Понятно, что это фэнтези, но есть реальные люди, которые настолько в это уверовали и готовы убежать кого угодно, в том, что их ведическая психологика, как они называют еще в своих учениях, отчасти, она, значит, больше всех, а все остальное говно. Ну, вот, тут, если говорить о сектах, то это своя история. Вот, я вот, не люблю, когда вот термин манипуляция, да, мне понятен ваш интерес, значит, подводит, ну, что называется, все без разбору. Так, начиная от межличностного общения, когда вы сказали, здравствуйте, я подал вам руку, да, и заканчивая, там, не знаю, политическими какими-то технологиями. Вот, коммерческая реклама, это одно и рассчитано на одну категорию населения, и используют одни механизмы, да, значит, все эти бизнес-центры и бизнес-семинары, это другое, тренинги личностного роста, это третье, там, другие совершенно приемы применяются, да. Секты, это четвертое, так, не можно продолжить, пятое, шестое, седьмое. Секты ведь, когда особенно сильно обостряются, так, их влияние обостряется, да, когда, ну, скажем так, в обществе исчезает стабильность. Значит, эта закономерность не мною открыта, но мною, в том числе, замечена. Так только в обществе какой-то разлад, упадок, стабильность исчезает, да, нестабильность, значит, сразу пышным цветом расцветают эти секты. Почему? Так, потому что человек в таких условиях, да, он теряет смысл своего существования, не видит выхода, не видит варианта, ищет прибежища, так, вот. Вот, этим прибежищем становятся секты, так, самые разные, вот. Начиная от Девы Марии, так, вот, ну, и заканчивая теми, которые вы привели. Значит, иногда общество достаточно стабильно, так, но в любом обществе есть люди, потерявшие себя, потерявшие смысл жизни, вот, испытывающие дефицит общения, так, вот, испытывающие, там, я не знаю, ощущение скуки, так, от жизни. Это же жизнь, да? Утром на работу, вечером с работы, вот, поужинал, телевизор, койка, и так каждый день, а тут ведические истории, да, вот, арии, мистика, чудеса, красиво. Мы же фэнтези не зря читаем, наверное, это доставляет нам удовольствие, а тут сам участник фэнтези, так. Ну, плюс добавьте к этому, на мой взгляд, еще и, вот, интернет, вот, где и стрелялки разные с мистическими сюжетами, ну, фэнтези сюжеты, да, и информация распространяется про тех же ариев, да, мне вот, вы веды-то вспомнили, да, сразу перенес это на скрипинские кучуры, вот, где уже ариеведы там, как говорится, плотно обосновались и уверены, что все это создание, не создание природы, да, а вот, святилища древних ариев, да, которые жили на изгибе самарской луки. Ну, вот, вам, пожалуйста, ответ на вопрос, почему эта ведическая смесь так привлекает, так. А кого-то привлекает совершенно другое в секте, да, например, возможность общения, поддержки, потому что урбанизация в обществе, да, это тенденция, которую никто не отменяет, а урбанизация сопряжена с острым дефицитом общения, потому что многомиллионном городе человек абсолютно одинок, вот, может оказаться в таком положении, так, и не случайно же созданы эти службы спасения, когда в 30 ночи. Значит, что для человека гораздо важнее эмоциональное восприятие окружающего мира, чем логические размышления? Ну, да, 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 эмоциональное восприятие первично, эволюционно чисто первично по сравнению с критическим мышлением, и оно ближе к поведению, вот. Рациональное, оно действует, ведь, на самом деле, через эмоциональное, все равно. Мы воспринимаем все рационально, оцениваем, а оценка это уже, извините, это уже эмоциональное. У меня один товарищ, как-то звонят ему по телефону, я, говорит, ой, сын, там-то я попал, значит, мне надо заплатить стоп-клубка, он говорит, лохов нет, а уже в телефоне ответ, а я ответ, есть. Вы знаете, мне нечто подобное получилось, это не анекдот, так? Тут вот несколько месяцев назад, как раз эпидемия началась с коронавирусом, участились звонки по телефону, вот, представляются работникам банка, вот, называют имя, отчество, все нормально, так? Вот, значит, представляются по имени, так? Ну, и как-то два-три таких звонка получил, очередной звонок, вот, опять же, меня зовут, там, Владимир, условно говоря, вот, я работник Сбербанка. Вот, я говорю, вас же в прошлый раз Дмитрием звали, разрыв шаблона прием называется, он опешил, я, какой Дмитрий, я не Дмитрий, я Владимир, ну, понятно, у них же, на самом деле, это накатано до автомата, так? Я противник, вот, тренингов инструментальных, есть такая тенденция, что ли, да, довести какой-то прием до автомата, я противник, потому что в этом случае четко совершенно, да, можно влететь на разрыв шаблона, вот, и что он опешил, я не Дмитрий, я Владимир, я говорю, что вам надо? Да, так, и вот тут он уже не выдержал, папки нужны, и оно ищи лохов в другом месте. А он пошел и нашел, да, и нашел, совершенно верно, вот, судя по тому, что в средствах массовой информации постоянно появляются такие сообщения о том, что то там, то там, то там, развели на эти звонки, и предупреждение, чтобы вы ни в коем случае на них не откликались, Я думаю, что это желающим, ну, вот, так вот у меня, анальцов, 82 года, да, у вас, как бы, идет, мимо дома своего, из машины, суток, в какой-то кренгере, говорит, эй, говорит, иди сюда. Ну, да. Подходит, встает дипломат с ножами, с вилками, что-то такое, 10 тысяч, купил. Я тоже с этим сталкивался, да, совершенно верно, вот, значит, и не один раз, значит, я из Молдавии, добавьте, так, раз там ушка не прошла, вот, купи, дешевка, ну, это, тут, тут простой механизм. Это либо краденый, либо хрень какая-то. Не-не-не, халява, хрень, хрень, подделка, вот, которую в магазины не берут, вот, это хрень, однозначно хрень, вот, а покупаются люди, халява, сэр, дешево, так, чему бы не взяли. Причем, я помню, ко мне пытались в Москве тоже представить такие, сначала все, товар в руки дают, и человек в руках, значит, потом расстаться уже трудно с этим. Я тоже с этим сталкивался, да, там в свое время, да, в 90-е годы, где-то ближе к концу 90-х, да, был такой вот способ разводки, так, ну, надо сказать, я оценил его, положить, ну, как специалист в области инструментальных тренингов. Да, потому что четкая схема, так, совершенно верно, вы заметили, сначала вас останавливают, так, но, вот, второй шаг, вот, первый шаг остановить, второй шаг подчеркнуть вашу исключительность. Вам не говорили, что вы двухтысячный какой-то? Я не помню, понятно. Ну, да, 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 подчеркнуть вашу исключительность. Они обычно редко подходят, потому что у меня, видимо, наружу что-то написано. Вы подходите по парам, значит, подходят они с людьми с сумками, так, из провинции, и тяжело держать сумки, но неважно. Вот, вы какой-то такой, там, двухтысячный какой-то, в общем, вам повезло, вот, значит, теперь дальше. Вам хотят предложить какую-то дрянь, так, вот, но, вот, вас нужно вовлечь в покупку, так, и вовлекают вас при помощи игровых методов, так. Значит, мне, ага, мне предложили ответить на них, но для того, чтобы все это получить, совершенно бесплатно, так, вот, вы должны, там, пройти к иконку с викторину, и задают вопрос, там, например, сколько букв в слое Москва? Да, не, не, я специально сказал 7, так, мальчик вывернулся, сказал, вообще-то 6, ну ладно, проходит. Одна, а не считается. Да, да, сколько лет в Москве? А мы стоим возле витрины, на которой нарисована дата образования Москвы, так, и написано, что 350-то лет было, что ты в этом был, 850, да, 850. Ну а потом, да, как вы говорите, в руки дают, а в руки дают, вы чувствуете себя собственником уже, и отдать неудобно. Вот все это называется, нога в дверях, прием такой, я его называю цыганским приемом, они тоже используют технологию, да, жертву заставляют сделать один шаг, маленький-маленький сначала, да. Но после чего-то этого логически следует второй шаг, ну уже более крупный, так, потом третий шаг. И дальше, раз вы сказали А, нужно говорить Б, так, вы должны как бы оправдывать взятые на себя обязательства. Раз вы сделали первый шаг, делайте второй, делайте третий, делайте четвертый, так до конца. Этот же шаг используют вот эти вот сетевые, сетевой маркетинг и те же мошенники с бизнес-центров. Вот скажите, пожалуйста, поскольку это сейчас так сильно распространено все это, вот, убеждать в чем-либо человеку, который в возрасте, ну, не переучишь. Вот, не считаете ли, возможно, скажем, что хотя бы защита, какая-то психологическая защита была введена в школьную программу, научить ему, как бы, с раннего возраста противостоять таким вещам? Ну, это разумно, это реально, это возможно. Я боюсь, что в этом случае мы превратим наш и без того разобщенный мир, вот, вообще, совершенно автономных одиночек. Вот, ну, если каждый человек будет друг от друга шарахаться... Я не пошарахаться говорю, я просто на критичные отношения к окружающей действительности и к тому, что тебе говорят. Ну, это, наверное, нужно, да. Значит, я... Я когда провожу тренинги, у меня в некоторых тренингах есть такое домашнее задание, вот. В течение трех дней, так, я задаю определенную жертву. О, кстати, я с вами, увидим, с вами сманипулировал. Жертву из участников тренинга, да? И вот я получил задание, ну, заставить его, допустим, выпить стакан воды. Простое задание, так? Надо, чтобы вы, так сказать, по моей, так сказать, наводке, по моим каким-то действиям, выпили стакан воды. На самом деле, интересная форма. То есть, не говорите ему, ты пей стакан воды, чтобы как-то понял, что... Ну, можешь и сказать, пей стакан воды, но он же не выпьет, все же знают, что... Да, каждый получил задание, и каждый является жертвой, а за это там штраф, ну, в игровой валюте, разумеется, довольно большой. Вот. И я их сразу предупреждаю. Только не шарахайтесь друг от друга, ведите себя естественно. Потому что, как иной раз, да, попросил там ручку, не подам я тебе ручкой твое задание. Так, вот. Поэтому штраф там приличный, но небольшой. Небольшой. Значит, я боюсь, что если... А премия за то, что сделал? Нет, не дизайс. Премия за то, что не сделал, ну, у меня какая ситуация, да? Значит, если он выполнил задание, он получается сменит 10 налипонов, это единица игровой валюты. Вот. Значит, 5 сменю АС-тренера и 5 жертвы. То есть жертва, если не поддастся, да, сохранит свои эти 5 налипонов, да. Вот. Ну, это так, это методический прием, условно говоря. Значит, поэтому я боюсь, если вот так сразу людей настраивать вокруг тебя, все враги, все тобой манипулируют, так мы парановию создадим просто-напросто. Вот. А мне кажется, что нужно уже в более зрелом возрасте как-то людей и просвещать на эту тему, так, и, ну, на те же тренинги их приглашать. Потому что, когда ты знаешь приемы, с помощью которых тебя могут развести, так, ты уже более критично, ты уже узнаешь эти приемы и более критично к ним относишься. Конечно, панацеей это не является, вот, тому, что все равно, вот, психологические механизмы работают, от них никуда не денешься, да, и на все случаи жизни не перестрахуешься, да. Вон, и в масках ходим, и руки моем, а все равно, вот, в случае коронавируса происходит. Так, то же самое здесь, только еще в больших масштабах. Ну, я не вижу необходимости какой-то, да, специальные курсы в школах создавать. А вот психологическое просвещение, так, да, это совершенно согласен, это нужна программа. И давать не абстрактную психологию, которая рассказывает о том, как устроено наше восприятие или ощущение, а давать практическую психологию. Потому что, вот, я не завершил, мы ушли в сторону, да, я сказал, что есть тренинги личностного роста, и есть инструментальные тренинги. Значит, я довольно критически отношусь к тренингам личностного роста, как, впрочем, и Валерия Владиславовна. Ну, к тренингам личностного роста точно. Вот, но я из других соображений, потому что я считаю себя в праве менять человеческую личность. Это, как бы, выходит за рамки моих, так сказать, этических постулатов. Я веду инструментальные тренинги, так, инструментальные тренинги вооружают средствами воздействия, или, как вы выразили, с манипуляцией, так. Но, с другой стороны, так, вот, чтобы противостоять врагу, нужно знать его оружие. Когда ты знаешь средства воздействия, ты можешь и противостоять им. Ты можешь их узнать и критически отнестись к тому, что с тобой делают, какие приемы против тебя применяют. Ведь, смотрите, для того, чтобы провести понтерприем, нужно знать, что против тебя применяют прием. Это азбука в Астуле. Единоборств, любых единоборств. Согласитесь, если вы не знаете приема, вы не сможете провести понтерприем. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, моя практика просто проведения тренингов показывает, что, когда человек вооружен средствами воздействия на другого человека, что-то в нем все-таки в личности происходит, и он начинает вести себя более цивилизованно. Более цивилизованно. Мне случалось несколько раз сталкиваться с участниками моих тренингов, которые, после прохождения тренингов, хотя их вооружал вот такими вот манипулятивными приемами, вроде бы, начинали действовать, жить. Более этично. Более этично. Вплоть до того, что и бизнес свой, вот, делали более цивилизованным, и благотворительностью начинали заниматься. Когда человек не уверен в себе, он использует самые примитивные приемы воздействия на людей. Приемы, ну, где никаких этических ограничений нет. А когда он чувствует себя вооруженным, вот, когда он чувствует, что может и противостоять, и оказать влияние, да, и оказать влияние, в том числе, в лучшую сторону на человека. Ведь влияние вездесущее. Вы на меня влияете, я на вас влияю сейчас. Так? Без него мы жить не сможем. Так? Вот. Но можно показывать влияние, так сказать, не считаясь интересами партнера, если у тебя один-два приема, и все они вот такие вот примитивные. А когда у тебя целый пакет приемов, да, ты можешь избрать наиболее мягкое средство влияния, которое принесет пользу и тебе, и твоему партнеру. Вот я вот так вот отношусь к средствам, к манипуляциям.